МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Теперь не придется ехать в Астану. В Караганде открылся центр по ремонту инвалидных колясок. Большая часть персонала тоже люди с инвалидностью. Бесплатно услугами по ремонту могут воспользоваться жители всей Карагандинской области. Более 1200 километров придорожной территории трассы Астана-Алматы очистит от мусора партия манат и молодежное крыло Жастар-Руха проводит эстафету. Самые известные здания Караганды сделаны руками школьников. В школе-интернате номер 4 на обычных уроках труда воспитанники создают макеты достопримечательности. Центр по ремонту инвалидных колясок открыли в Караганде. Большая часть персонала тоже люди с инвалидностью. Специальный центр создало общественное объединение инвалидов «Независимая жизнь ДОС». Услугами по ремонту кресел-колясок могут воспользоваться люди с инвалидностью со всей Карагандинской области. Еще буквально вчера около полутора тысяч инвалидов Карагандинской области были вынуждены ремонтировать свои коляски в Астане. В 2017 году в столице был открыт специальный сервисный центр по ремонту и обслуживанию инвалидных колясок. Но сегодня этот вопрос нашел свое решение. Столичная компания открыла филиал в Караганде. Сегодня мы присутствуем на открытии сервисного центра по ремонту инвалидных колясок. Открытый он по поручению Акима Карагандинской области. На одном из совещаний с участием Акима области со стороны людей с инвалидностью была озвучена проблема о том, что нам не хватает центра, который бы бесплатно за счет средств бюджета области мог бы ремонтировать инвалидные коляски. Кресла-коляски выдаются государством на 5-7 лет. За это время они, конечно, не раз ломаются. На Инво-СТО проводят комплекс работ по устранению неполадок, плановый техосмотр, продлевающий срок службы кресел. Создание такого СТО также предусматривает социализацию и трудовую реабилитацию людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день в данном центре работают лица с инвалидностью. Это у нас и лица, которые будут осуществлять ремонт. Это трое у нас лица, которые тоже передвигаются на кресло-коляске. И также у нас будет здесь швея, потому что будут оказываться и швейные услуги. Это замена каких-то частей кресел-колясок, ремней, сиденья. Помимо этого будет и химическая, химчистка данных кресел-колясок. Здесь же в ходе церемонии открытия центра сертификат на коляску вручили карагандинке Гулизар Ахметовой. В мае произошел инцидент, который получил большой общественный резонанс. Группа молодых людей сломала инвалидную коляску, которая стояла в подъезде. С того дня Гулизар не могла выводить своего ребенка на прогулку. Мы получили одну коляску-амбрелу от спонсора, который решил остаться в тени, скажем так. И мы сразу пошли гулять через неделю. И вторую коляску нам предложил Орд-центр в связи с тем, что ребенок должен дома еще сидеть в чем-то. То есть ребенок лежачий, и ему дома тоже нужна коляска. Они нам дали новую коляску, они сами с нами связались, когда узнали о нашей истории. Они сами предложили нам коляску такую, какую мы хотим. Сервисный центр по ремонту и обслуживанию инвалидных колясок находится по адресу улица Татимбета, 709, второй этаж. Повторим, что все услуги здесь оказывают бесплатно. Аким Каргандинской области, Ермаганбет Гуликпаев продолжает проводить встречи с населением. Завтра, 12 июня, глава региона ответит на вопросы жителей Асакаровского района. Встреча состоится в 15.00 в культурно-досуговом центре поселка Асакаровка. С жителями Асакаровского района Ермаганбет Гуликпаев последний раз встречался ровно год назад, в июне 2023-го. В основном сельчан интересовало качество дорог, ремонт, объектов образования и медицины, трудоустройство. Тогда глава региона определил задачу номер один для сельчан – обеспечить все населенные пункты области качественной питьевой водой. Продолжится прокладка сетей водоснабжения в селах Озерное, Яралы, Пионерское и седьмой очереди в поселке Асакаровка. Было начато строительство водопровода в Синокосном, Николаевке, Садовом и Трудовом. Питьевой водой должны были обеспечить более двух тысяч человек. Очередная встреча пройдет 12 июня в культурно-досуговом центре поселка Асакаровка. Начало в 15.00. Более 1200 километров в придорожной территории трассы Астана-Алматы очистят от мусора. В ходе общенациональной акции «Таза-Хазахстан» партия «Аманаты» и молодежное крыло «Жастар-Руха» проводят роут-эстафету. Мероприятие началось в Варшалынском районе Акмолинской области. Там в уборке территории приняли участие несколько сотен молодых людей и жителей региона. Сегодня к ним присоединились волонтеры Каргандинской области. Среди них 16-летняя Баршин Ардакова. В этом году она впервые вступила в молодежный трудовой отряд «Жасл-Ель». Баршин считает, что участие в экологической акции – это долг каждого гражданина. Также помимо этого мы сейчас находимся в подростковом возрасте. И для подростков такие программы очень хороши тем, что, во-первых, социализация. Мы можем развить свои социальные навыки, побороть свои страхи, основываясь на других примерах. И также работа в команде – это вот то, что один из постулатов, наверное, жизни. Потому что человек без человека не может быть. В течение недели несколько сотен партийцев и волонтеров молодежного крыла «Жастар-Рухы» уберут мусор вдоль дороги, на автостоянках и кемпингах. В акции принимают участие команды, сформированные по принципу «одна команда, одна область». Это также депутаты Мажелиса и Маслехатов, сотрудники Минэкологии и переработчики мусора. Но хочу отметить, что в рамках нашей акции предусмотрена не только уборка, но мы и работаем над формированием экологической культуры молодежи, а также жителей. Поэтому мы заезжаем в отдаленные районы, села, проводим различные экоконкурсы, встречи с молодежью, а также приемы депутатов Мажелиса. То есть на данный момент ведется комплексная работа по формированию экологической культуры по нашей стране. В первый день на первых 100 километрах участники акции собрали 13 тонн мусора. Карагандинский регион самый большой. Здесь будет охвачено 4 района. Акция будет продолжаться в течение двух дней. Карагандинская область – это самая большая территория, поэтому мы здесь работаем более двух дней. Здесь будет охвачено около четырех районов. То есть мы останавливаемся в Осокаровке, Аксуа-Юлы, а также Балхаш. У нас есть передовая группа – это обученные волонтеры, которые следят за безопасностью, и они ездят во все области. Также есть волонтеры, которые подключаются с областей – это около двух тысяч человек. Очистить всю трассу предполагается за одну рабочую неделю. Но здесь главное не сроки, а качество работ, а также безопасность участников, заявляют организаторы. Так что если помешают дожди, то срок проведения работ может увеличиться. Ну а в планах провести торжественное закрытие 15 июня в городе Кунаев. К другим новостям. Почти 400 тысяч казахстанцев воспользовались правом добровольного запрета на получение кредитов и микрозаймов. Однако в стране насчитывается полтора миллиона должников с проблемными кредитами. Что с ними намерены делать и почему количество заемщиков растет, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. С февраля казахстанцы могут добровольно поставить запрет на оформление кредитов и микрокредитов на полгода. Для этого нужно подать заявку на портале ЕГОВ. По истечении шести месяцев ограничения снимаются автоматически. Этой возможностью воспользовались 385 тысяч человек. Но меры, принимаемые для снижения долговой нагрузки, спасают далеко не всех. Сегодня в стране полтора миллиона проблемных должников, просрочивших платежи больше, чем на три месяца. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка обещают отнестись к ним лояльно. Мы больше хотим ориентировать наших кредиторов, банков, микрофинансовых организаций, чтобы они в отношении тех заемщиков, у которых действительно финансовое состояние не позволяет сейчас гасить кредиты. То есть это могут быть и многодетные мамы, пенсионеры, отдельные лица, которые относятся к социально уязвимым слоям населения. Чтобы по таким социально уязвимым категориям заемщиков, чтобы наши кредиторы проводили мероприятия, в основном направленные на списание, прощение этой задолженности. Займы в микрофинансовых организациях чаще стали брать жители регионов из отдельных районов, где нет представительств банков. Деньги нужны, как правило, на развитие бизнеса. Специалисты отмечают, что зачастую кредиторы нарушают законодательство и несут за это ответственность. С начала года лицензии лишились шесть микрофинансовых организаций. Причинами явились, как мы опубликовывали на сайте своем, это систематическое нарушение требований законодательства, закона о микрофинансовой деятельности. Там на самом деле несколько были фактов. Первое – это нарушение расчета коэффициента долговой нагрузки, выдача займов при наличии просрочки 60+. То есть там ни один факт, ни один факт нарушения явился основанием для лишения лицензии. Несколько фактов. Согласно статистике, количество микрокредитов бизнесу за последние три года выросло в два раза. Лицензии, позволяющие заниматься микрофинансовой деятельностью, имеют около тысячи организаций. Как вызвать неподдельный интерес к истории города и его архитектуре? Ответ знают в школе-интернате номер четыре. Здесь на обычных уроках труда воспитанники создают макеты достопримечательностей. От памятников до многоярусных искусно украшенных культовых сооружений. Девятиклассник Виталий Шубин демонстрирует макет областного центра крови, в создании которого он принимал непосредственное участие. Старшеклассник рассказывает, что к изготовлению уменьшенной копии здания подошли основательно. Ездили на экскурсию, снимали параметры, а затем воплощали проект в пластике и бумаге. Потом мы эти размеры измеряли на ПВХ-пластике. Мы их обрезали специально. И то, что на этой конструкции пластика сделано, и по нашему размеру, мы копировали изображение на текстуру специальную, на бумагу. И мы клеили ее на пластик, чтобы создавался фунтамент и стены. Автором и идейным вдохновителем по этому проекту стал преподаватель трудового обучения Серик Ахшулаков. Он заявил, что изготовление макетов позволяет особенным детям развивать мелкую моторику пальцев. Кроме того, это поможет определиться с будущей профессией. Проект был задуман еще года три-четыре назад за последние 30 лет. Что нового построено в Караганде. И вот с этой целью мы начали делать вот эти все макеты, которые за последние 30 лет были построены именно в этой Караганде. По словам педагога, самым сложным проектом стал макет областной мечети Анетбаба. Она является одной из крупнейших культовых сооружений в Центральном Казахстане. Причем изготавливала макет не одна группа школьников. В этом приняли участие практически все воспитанники школы-интерната. Не только получается один класс работает. Вот один класс прошел, уроки, занятия кончились, следующий класс заходит. И вот таким образом мы чередуем. Почти все учащиеся принимали участие при изготовлении этих макетов. Помогали спонсоры, например, при приобретении пластиковых материалов. Потом сами же вот тут мы заказывали наклеющие, например, где-то паркет нужно наклеить, где-то стенку кирпичную сделать. Это мы все заказывали здесь, рядом. На создание целой коллекции карагандинских достопримечательностей ушло три месяца. Но на этом педагог Серик Акшулаков не собирается останавливаться в планах создания макетов в здании республиканского значения. Можно и нужно трогать руками. В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась необычная выставка. Абсолютно все экспонаты здесь можно трогать руками. Тактильные картины, скульптуры и арт-объекты созданы слабовидящими и незрячими художниками. Проект «Звуки космоса. Откровение через осязание» подготовила художник-исследователь, член Союза журналистов Евгения Казакова при поддержке Британского совета. По словам Евгения, эта выставка – результат размышлений и поиска, как создать доступное для всех искусство. Она приглашает зрителей к обсуждению ощущений, впечатлений, мечтаний и желаний. В результате этой работы мы разработали методику, благодаря которой незрячий человек может перенести свои цветовые впечатления на холст. То есть мы с художницей Танцигмажитова, мы с ней в паре, индивидуально с каждым человеком работали. И погружаясь вот в эту музыку, которую вы сейчас слышите, они в такое медитативное состояние приходили, представляли, что они в космосе. И мы предлагали им нестандартно подумать. Не привычный космос, который мы всегда видим, а в стиле супрематизма. И они начинали вспоминать цвета, которые в обычной повседневной жизни не пользуются этим. И здесь уже была такая яркая картина. То есть поразило, что человек незрячий, он видит очень, очень ярко. Над проектом работала команда. Участвовали 12 слабовидящих и незрячих художников. Одна из них – Екатерина Абишева, воспитатель специальной школы-интерната. Она призналась, что этот проект вернул в детство. Я в какой-то момент теряла вот эту грань, что они не видят. Я забывала и начинала с ними коммуницировать, где-то там жестикулировать, где-то еще что-то делать. И эта грань, она стирается в процессе работы. И, наверное, здесь вот это самое ценное – посмотреть на то, как им на самом деле сложно в обществе находиться. То есть они не могут самостоятельно ходить. Но поражает их любовь к жизни, их настроение. И я всегда наполнялась, общаясь с ними. Я поняла, что ориентир для незрячего человека – это полтора на полтора сантиметра. Больше они не могут. Поэтому эти полотна, которые здесь созданы, это очень большая работа для них. На открытие выставки специально приехал директор Британского совета в Казахстане Роберт Тейлор. Искусство объединяет людей по всему миру. Инклюзия очень важна. Впервые посещаю такую тактильную выставку. Очень рад находиться здесь и наслаждаться прекрасными работами. В музее также показали фильм об участниках проекта и организовали сеанс музыкальной рефлексии. Выставка «Звуки космоса. Откровение через осязание» продлится до 16 июня. Затем большинство работ передадут в специальную школу-интернат номер один для детей с нарушением зрения. Около 130 новобранцев карагандинского подразделения войск противовоздушной обороны дали клятву на верность Родине. За торжественной церемонией приведения к присяге наблюдали сослуживцы, родные и друзья молодых солдат. Новобранцы, призванные из Акмолинской, Кустанайской и Карагандинской областей, приведены к воинской присяге. Этот акт является особенным ритуалом, который воспитывает у военнослужащих чувство патриотизма. Войсковая часть 44-803, расположенная недалеко от города Сарань, является боевой единицей сил воздушной обороны. Она защищает воздушное пространство над столицей Казахстана. Я выражаю свою уверенность в том, что под руководством своих сержантов, офицеров за этот год службы вы станете настоящими воинами-защитниками нашей Родины. Я желаю вам отслужить достойно и вернуться домой, где вас ждут родные и близкие. Командование отметило, что все ребята с достоинством прошли курс молодого бойца. В течение месяца они постигали азы военной науки, изучали общевоинские уставы, и занимались строевой, огневой и физической подготовкой. Мы приемли с Астаны. Вот сыночек на присягу. Дочь из Кустаная. Мы рады, счастливы, что увидели своего сыночка. Все хорошо. Сейчас заберем его, покормим, отторвим. Вот эти украины есть уже. Принятие военной присяги – это важное событие в жизни каждого молодого человека. Именно с этого времени молодые воины стали истинными защитниками Родины. На них возложена почетная миссия по защите Отечества. Теперь им предстоит провести ближайший год в военных буднях. Ранние подъемы, физическая подготовка, выезды на полигоны, изучение военных специальностей. А после срочной службы сегодняшние новобранцы смогут пополнить ряды казахстанской армии в качестве военнослужащих по контракту либо получить высшее образование на льготных условиях. Дуэт акробатов из Караганды выступит на Всемирных играх в Гонконге. Воспитанники карагандинской школы гимнастики Даниэль Диль и Вадим Шуляр поднялись на второе место в мировом рейтинге по спортивной акробатике. Попав в тройку лидеров, спортсмены завоевали путевку на Всемирные игры, которые пройдут в октябре в Гонконге. На первенство они отправятся за счет приглашающей стороны организаторов соревнований. Такого результата дуэт из Караганды добился благодаря отличным выступлениям на этапах Кубка мира. В городе Бургас Даниэль Диль и Вадим Шуляр стали лучшими, а в польском Жешуве завоевали серебряные медали. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин